всем всем привет что то не хочет опять у меня работать видеокамера в телефоне о девочки я на кухне нахожусь уже давно конечно с утра смонтировала видео там вторая посылка с авито и выпустила ее на яндекс дзен пришла на кухню готовлю картошку пюре сделала морковку с чесноком вот такую мисочку приготовила надо ее теперь в холодильник поставить чтобы она настаивалась чеснока прям много такая ядреная получилась и хочу пожарить мясо хочу пожарить мяско свинины сейчас будем жарить с вами и с вами поболтаем немножко вот я порезала помыла сначала потом порезала кусочек это я ездила вчера зубной на примерку и потом заезжала к дочке была у дочки до самого вечера вечером пришла домой она мне дала мясо кости не знаю где покупал свинина очень хорошая и они крутили фарш в общем фарш мне дала мясо и думаю вчера хотела но приехала уже конечно сытая ничего жарить не стала шила вчера брючки штанишки для кристины я вам покажу и сегодня я еще хочу раскроить на себя штаны вот только еще не не сообразила какого цвета я хочу картошка пюре у меня кипит она скоро будет уже готова луку нарезала девчата сейчас будем жарить пока греется я налью чайку хорошо ну вот у меня сковородка нагрелась пока тут чистила картошку эту морковку опять у меня два пальца лопнули забываю одевать девочки перчатки и думаю без перчаток ну никак опять только поджила два пальца опять же у меня приболевшие мы сейчас будем жарить жарить память наемся а завтра я уезжаю завтра я уезжаю мне надо там по делам быстренько и поеду до детей маркиза хорошо выгуляли чтобы его закрыть дома вот вчера была на примерке зубы мои почти готовые померили очень даже классные мне понравились но уже готовы полностью уже одену зубы 19 числа это будет как раз крещение день рождения моего отца вот я эти дни конечно бегала побегала большие километры про суд пока ничего не говорю суд прошел девчата еще решение не видела своими глазами я не была на заседании ходила одна вера но решение будет только через 10 рабочих дней вот через 10 рабочих дней там будет все написано веру тоже не поймать не понять объяснить толком ничего не может видать плохо себя защищала горит не удовлетворительный результат вот и все поэтому девочки пока я не прочитаю решение суда не спрашивайте что там чего почем я сама не знаю вот таня адвокат будет писать конечно на пересуд но если честно я бы уже больше никуда не ходила и вообще бросила бы это дело она у меня вот здесь сидит все я не могу больше ни физически ни морально никак просто никак вот я думаю у меня многие поймут многие не поймут а многие поймут последние предпоследнее было у меня видео первое первый обзор о кашкарсе девчата у меня волосы стали дыбом кто там сколько с чего написал гадости откуда эти люди взялись каких но по вылазили я не пойму я просто им ответил что у меня наплевать на эти комментарии по-русски сказать если не послать таких людей куда подальше это раз а во вторых имейте достоинства хотя бы женская прежде чем что-то писать какую-то херню вы знаете почему я так так вот я щас говорю может быть это и грубо кто-то сказать ой какая грубиянка какая невоспитанная но невоспитанность проявляется вот тех людей которые пишут них аж прет и пышет это ужасно что аж добрались до америки до моей дочери начали учить жизни дочь конечно заблокировала в бан отправила этих людей это рад но она просто не начал мама это что такое это что в россии так принято я когда это жабы которые сидят в своей подворотне ничего в жизни не добившись и пишут ходят гадости по ютубу в америке это не принято не то что в америке в любой другой стране таких людей просто нет они этими вещами не занимаются поэтому прежде чем писать подумайте у меня стоит в ю тубе усиленная проверка ю тубом ваши вот эти гнилые комментарии они попадают на проверку если там где-то какой-то комментарий пролетел я его удалю и но есть такие наглые люди которые создают снова аккаунт пустой причем причем пустой и повторяют свой комментарий как под копирку опять и опять и опять такие люди отправляются в бан не думайте что вы чем-то там меня задели или что просто вы показываете на весь мир свое я насколько вы дурны и плохо воспитаны вот и все это говорит о том или вам дома заняться нечем или же у вас настолько хреново в жизни что вы свою желчь не можете носить в себе она с вас прям льется рекой но я подчистила там комментарии да сегодня вышел еще один выпуск а кашкарсе следом будет идти выпуски о футере если не можете пережить того что кто-то что-то покупает приобретает и что-то делает но сидите вы в своей норе на своем диване и тогда уже не муркайте не пишите никому гадости никто не думает что назад прилетит к вам зависть плохое чувство сколько уже можно об этом говорить это страшно добрались до наташи что сидит на шее на вашей штуке она сидит наташа золотой муж который ей не позволяет работать а вас жаба душит видать что моя наташа живет хорошо и не работает занимается семьей мужем и дочерью но я вообще не понимаю все я больше это не буду говорить но будут такие комментарии прилетать вы сразу идете в в ванн навсегда я звана никого никогда не отпускал никогда просто девчата стыдно стыдно это не только вот я посмотрела видео а посмотрели многие с других городов и вывод то сделают не обо мне а вот сделать именно о том человеке который пишет такую гадость противно просто противно найдите себе чем заняться найдите работу от безделья это от безделья а то ты там швея не швея не ваше дело кто я никого это не касается никого не должно трогать тем более считать мой кошелек что я купила кому я буду шить кому я буду вязать куда это что делась это только мое и касается только меня это моя жизнь это не ваша жизнь я у вас совета поверьте не спрашиваю картошка готова не спрашиваю что мне купить на что мне купить я не ворую успокойтесь у вас ничего не прошу вы мне ничего не прислали чтобы я держала перед вами отчет вот что я скажу пошла картошку заливать еще раз про детей хочу сказать если я не показываю детей не говорю о них значит не считаю нужным канал мой не детский не про ребенка не про что то пишет это жизнь ребенком ребенок вырос успокойтесь вырос и пошел своей жить дорогой взрослой взрослой жизнью вышла на замуж не вышла на замуж приходит она к маме не приходит это никого не должно трогать где моя наташа где моя катя девочки ну совесть какая-то должна же быть но в конце-то концов сколько можно жевать вот эту животину кто-то сейчас напишет ой опять один негатив зайдите почитайте комментарии даже чужому человеку это неприятно читать не то что мне я не стала там кое-какие комментарии удалять потому что вы думаете что я вот знаете придумываю это я не придумываю я не придумываю но просто хочется чтобы такие люди немножечко в разум взяли не позорите сами себя вот не надо позориться на весь мир своей глупостью тупостью и дуростью вот так я скажу если вы ничего не умеете сидите молча на своем диване и давитесь своей жабы и завистью и все но других людей не трогайте не ходите по каналам не пишите всякую хератень это уже надоело просто надоело ну вы рекламируйте сейчас знаете вышло новое положение рекламе если что-то рекламирую то под видео прям и на видео пишется это реклама реклама но если я купила за свои деньги это не реклама это мои покупки а так как я показываю свою жизнь я открытый человек я ничего не прячу понимаете картошка вкуснейшая заглядывает в рот сколько ложек сахара положила о боже сколько мне жить сколько мне не жить это вообще уже абсурд полный вот прям полнейший представляете неприятно это поэтому говорю таких писак не то что удалять а буду банить банить просто банить убирать их с канала чтобы их вообще не было есть такие настойчивые у нас девушки вплоть до оскорблений это чё такое это вообще такое ощущение у меня я вчера приехала к дочери дочери говорит мам я даже видео не открывала а только почитала комментарии сколько у нас неадекватных людей я говорю вот в дурках сейчас мало кого держат их подержат чуть-чуть и отпускают на вольные хлеба ну вот они в интернете сидят очень много которые знаете прям усиленно усиленно стараются я не знаю это вообще но когда трогают детей дети запомните это вообще святое родители и дети трогать не надо детей ни чьих ни моих ни других ни чьих вообще никогда ох мясо сейчас нажарю наемся хотела хлеб печь но хлеб не стал там есть у меня кусочек думаю я поужина мне хватит а завтра я поеду мы устраиваем праздник закажем китайскую кухню наташа испекет торт и будем отдыхать вот так что девочки мои дорогие вот не хотелось бы чтобы знаете вот так промелькивали такие вот видео но поверьте что я живой человек и это нехорошо неприемлемо у моей кати аж вот знаете она еще сплю мне приходит сообщение на ватсап мама сообщи своим друзьям что это неприлично за границей вообще никогда нос свой не сует никому и тем более спросить там а сколько у вас зарплата или сколько пенсии это верх неприличия понимаете а здесь готовы в трусы влезть что у тебя там и как но это же нельзя нельзя а я объясняю говорю Катя если б ты почитала мои комментарии она говорит это что так принято я говорю ну да по моему это только в России могут так вот писать не думая ни о чем люди так нельзя сейчас такое время тяжелое нет бы наоборот быть добрее объединяться и помогать друг другу а у нас как в том анекдоте понимаете обгадить обсмеять задрать посадить облить грязью вот это вот прям вот на душе бальзам у кого-то ну не знаю а все это со стороны очень противно поэтому извиняйте я молчать не могу я никогда не смолчу в таких вещах понимаете если бы мне вот человек это сказал вот так рядом со мной стоя да я бы нашла что ответить я умею ответить такому человеку это человек который в жизни значит ничего не добился вот а написать и с пустой аватарочкой можно все что угодно открой лицо говорит Фатима и под своим настоящим именем и фамилии напиши мне чем ты недовольна так вот я тебе дам ответ полноценный на все твои вопросы а с другой стороны я не стала удалять все вот эти гнилые комментарии они развивают канал пускай он развивается но я говорю ну которые уже сверх наглые они все в баню идут все о боже вот так вот думаешь девочки вы не знаете что будет завтра сегодня есть слава богу а завтра завтра может и не быть так не будьте такими людьми будьте подобрее будьте попорядочнее немножко немножечко не указывайте кому как жить не надо этого делать разбирайтесь в своих семьях смотрите за своими детьми пришли на канал кому-то посмотрели как как будто вы сходили в кино какое-то поглядели и ушли что-то хотите спросить спросили но не в такой вот форме что я сейчас все там обосру оболью грязью и дальше пойду не надо этого еще раз не надо считайте как хотите можете думать а Таня опять возмущается у нее весь контент вот на этом построен нет нет девочки вы хоть раз слышали от меня чтобы я кому-то пожелала или кого-то оскорбила или еще что-то хоть один раз я вам пожелала что-то плохого так почему с вашей стороны летят такие комментарии это что такое не нравится я всегда говорю не нравится не смотрите на дзене вас смотреть не будем боже мой много я потеряла что ты меня не будешь смотреть на дзене а артистки просто артистки ну до смешного вот просто до смешного все я все сказала пар свой выпустила кому это относится он знает еще раз напишет буду писать прям жалобы в эту в поддержку ютуба понимаете потому что это предел какой-то должен не трогайте детей не трогайте чужие там какие-то хотелки не хотелки не считайте чужие деньги считайте свои если у вас одна даже мне написала мы вдвоем с мужем так не шикуем две пенсии значит вы алкаши значит вы алкаши вот и все это мое мнение нравится вам это или не нравится это мое мнение вот вы же подумали обо мне о там швея золотые ручки бежишь вперед паровоза а я говорю вам значит вы алкаши две пенсии и вы не шикуете а я на одну шикую понимаете научиться распоряжаться тогда деньгами вот и все и не надо писать и считать чужие деньги это вообще нехорошо а с последующие видео опять обзоры там опять покупки прошу вот этих людей просто не заходите а то вас разорвет на части понимаете сколько мне надо столько я буду покупать сколько мне надо чем заниматься шитьем вязанием завтра может быть вышиванием буду заниматься или еще чем-то я ни у кого совета насчет этих своих хотелок не спрашиваю никогда понимаете я живу так как я хочу как я заслуживаю жить я вырастила детей я вырастила и теперь я живу под своим хотелкам под своим правилам понимаете вот и тем более не youtube должен мне давать советы сколько мне сахара положить в кружку мою говядину мне купить уголь дорогая вот и говядина дорогая на тряпке денег не жалко уголь мне купят дети вы не переживайте у меня там угля еще я не сожгу за эту зиму а на следующую зиму мы опять купим пять тонн чтобы я сидела в тепле еще пять лет боже мой я извиняюсь перед моими подписчиками девчата но поймите меня нервы не выдерживают они на пределе они на пределе таких людей так хочется послать открытым текстом мне уже подруга одна ютубовская говорит да пошли ты их смотри буквы прям открыто а я говорю да вот знаете вот воспитание не позволяет просто не позволяет а так в жизни бы я бы послала просто бы послала чтоб шел человек долго долго и надолго невозможно о боже тоже кто на что учился да мясо по моему готово сейчас я буду пробовать о свининка как я ее люблю кто бы только знал мы выросли на свинине вот вот этот влог или видео я даже не знаю как его назвать честно просто терпение уже лопается лопается мне стыдно так вот за этих людей да когда смотрят на все иностранцы смотрят за границей делают вывод какие же русские женщины вот это вот стыдовище просто так что пожелайте мне приятного аппетита а мясо с картошечкой с чайком ой у меня уже слюна поджала мясо готово очень нежно подключаю вы представляете какое красивое на говядину денег нет никто не прислал поэтому ем свинину которую купил зятёк ой наташа не работает ладно девочки мои накладываю и будем кушать девчата я конечно у нормальных людей прошу прощения вот за это видео а вот этим ненормальным хочу сказать проходите мимо не заходите на мой канал если вам так противно всё здесь то пожалуйста обходите меня стороной иначе я начну писать жалобы да жалобы и всё хлеба мало у меня хлеб не стала печь а мясо девчата вкусно это где-то Костя покупал оптом набрал набрал нарезал пришёл кусками накрутил фарш ну и про маму тоже они не забывают вот проверу вопросы а что а как вот она не пришла не поздравила вам только не сказали вот что была не была была ли старшая дочь поздравляла ли меня Катерина девочки уже я как-то отмечала этот вопрос что канал а мои о моей жизни обо мне обо мне мой канал я его веду и уж что показываю я пожалуйста дети дети выросли и ушли во взрослую жизнь у меня уже внучке будет 9 лет м м скоро внучка скажет меня в экран не надо у нее уже свои каналы в ютубе там или где-то в лайках каких-то м телеграме но они же разбираются лучше чем мы я допустим не ориентируюсь в этом телеграме а дети ориентируются завтра поеду праздновать все праздники будем и новый год и крещение вернее рождество старый новый год возможно я буду дома да невозможно а буду кости еще в отпуске как приедет домой дочь с внучкой приедут ко мне с ночевкой ну выходные каникулы так кончились ой вы меня простите я ем машинально хе 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 ххе ты а чё вы ж тоже едите ой а 19-го пойду зубки поставлю зубы хорошие очень монстры вот это просто красота сейчас поем пойду печку затоплю кто-то написал там тупичку топишь то траву косишь траву в этом году один раз что ли я косила моя в охотку я люблю косить а так взять кость кости все кости я не кашу огородом уже несколько лет не занимаюсь но мне хочется покосить я вот вокруг дома кашу в охотку насчет этих печки чё там ее топить то положила дровишки выспала ведро угля и чиркнула спичкой и занимайся своим делом а печка топится у меня дом теплый если я стапливаю ведро угля дома жарко я вчера вообще не топила на улице была такая вот теперь тепло тепло шла даже знаете шарф от убрала потому что невозможно а уже вот сюда поднималась даже куртку расстегнул на себе говорю жарко вот нету холода нету морозов тепло ну вот по плану надо ритузы связать быстренько крестинки с рассказовской пляже ну это на случай сильных морозов у нее есть у нее есть такие баллончатые вот эти дутые от куртки брюки на лямках все есть там но подсели они их так постирали что подсели штаны завтра я отвезу ей футера штанишки которые я сшила вчера штаны получились шикарные а сегодня я хочу раскроить себе штаны вечером может быть сяду пошью чудом их шить это недолго так что мои хорошие буду шить буду показ буду вязать тоже буду показывать шарф я связала только не сделала этим бахрому но потому что говорю то бегала зубы оставляла потом на второй день побежала их забирала потом через день пошла забрала на примерку вернее короче у меня в бегах получается каждый божий день а сегодня дождь звонит я говорю сегодня никуда не пойду никуда не пойду потому что говорю день отдыху надо взять а уже завтра ждите меня в гости поеду отдыхать как на курорт у меня тут шоколад я чай сегодня пиваю сейчас буду тоже чай пить с шоколадкой жизнь хороша а жить хорошо еще лучше поэтому всем добра всем здоровья и всем желаю чтобы рядом с вами жили только хорошие люди добрые во всех отношениях независтливые нежадные жадных терпеть не могу есть такие люди которые спят на деньгах и считают чужой кошелек таких не люблю вообще никак буду доедать когда поднимусь наверх вам покажу штанишки хорошо вот на мне приятного аппетита я буду кушать эту печку растоплю покажу вам штаны вам тоже кто сейчас кушать приятного аппетита девочки я пришла наверх вот по этим тканям это все кашкарсе уже видео на яндекс дзен выставила я туда опять линейку купила себе такую красавую железную метровую вот из этого буду шить себе штаны вот он футер но этот футер потоньше чем хотя тоже пишут что трех нитка да что я вот купила но вот на ощупь он немножко потоньше из этого я хочу себе сшить штанишки бегать по двору где чего на сопку все равно поднимусь хоть мне много-много-много лет и мне отмерено мало совсем но все равно я пойду на сопку летом и вот я сшила вам показываю штанишки вчера за вечер моей внучечки вот швы вот они вот внутренний шов вот наружный шов идет вот пришила поясок прошила на чайки вот еще одну рядом строчку вот здесь я сделаю дырочку оставила вставлю сегодня эту резинку и вот такие манжетики все что тут шить все ровно все прекрасно все одинаково вот теперь можете сказать могу я шить или не могу я шить они видя и как бы не знаю человека лучше не говорить вот дабы не обидеться самой потом вот таким я хочу сказать цветы и мои здесь цветут я сегодня поливала вот вон я в окошке видимо шумом там все в огоньках ну сейчас наверно в зале открою окно и вам покажу вот цветочек набрал цвет вот он зацветет этот я только обобрала цветок а на этой стороне у меня вот моя чайка стоит я на нишу это верлок а здесь вот надо их разъединить потому что один видите светлая герань а другая красная герань чтобы она не опылилась нужно их все же на разные подоконники нам поставить и сейчас покажу вам рождественский цветок хотела в зале окно открыть но не открою здесь темно а вот каланхой только зацветает но у меня здесь висит крепко девчата почему висит днем невозможное солнце в окно и я вот таким образом спасаюсь и вот мой цветок вот он зацвел вон он но его не трогать если его тронешь он цвет сбросит и здесь красненькая ну пойдемте тогда уже вот моя елка не включала ни разу хотя она в огоньках стоит она вот в углу у меня стоит здесь на диване сижу я тут у меня компьютер здесь я видео монтирую сижу а вот ну а там там сейчас в той спальне я работаю я там работаю пойдемте на веранду посмотрим ночной город вот один цветок поставил наверх и вот он кое-где уже отцвел и снова вот набрал эти бутоны сегодня его поливал на его нельзя заливать вот что ну вроде как ему нравится здесь вот на прихожки высоко стоять вот вам цветы показала приготовила 7 пар ножниц видите вот мои советские портновские ножницы вот такие ножницы ну резали резали обои и все ножницы затупились вот эти тоже советские еще ножницы видите завтра я отнесу китайку 30 рублей 50 рублей за пару он точит 350 рублей его оля ножнички будут все наточены вот девчата мой город вон труба топится видите дымок вверх 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 идет значит мороз но сегодня как показывал телефон что 18 градусов не знаю вчера вот я ходила прям теплым теплым было завтра не знаю завтра новый старый год поэтому всех всех поздравляю а я буду с детьми его завтра праздновать вот а вам желаю счастья добра здоровья скорейшего мира нам всем и рядом чтобы вас окружали нормальные адекватные люди чтобы не трепали вам нервы и так жизнь тяжела да девчата не надо ее усложнять подписывайтесь на канал на ютубе на яндекс дзен кому интересно всем всем спасибо что смотрите и всего самого-самого доброго с вами была татьяна всем пока пока пока